Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам рецепт приготовления блинов из сыворотки. Этот рецепт очень легкий. Здесь не нужно добавлять яйца. И, собственно говоря, только входит мука, сыворотка, песок, соль и сода. Сыворотку нам надо взять примерно комнатной температуры или немного даже потеплее. Чем она лучше будет теплее, тем она будет лучше бродить. Итак, наливаем стакан сыворотки. И сюда добавляем примерно столовую ложку или можно даже две столовых. Ну, на вкус. Нет, наверное, хватит одной столовой ложки. Песку. Далее немного соли, примерно вот так, третья часть. Сюда насыпаем муку. Муки у меня здесь 250 грамм. Но, конечно, этой муки будет много, поэтому будем сыпать и смотреть, что у нас получится. Сюда же сразу в муку я добавляю примерно соды. Чайную ложку. И сразу все размешиваю. Муки я... Тесто я делаю немного, потому что... Я хотела попробовать новую плиту, поэтому... Ну, вот. Примерно столько. Здесь муки, конечно, осталось, но я так считаю, что это где-то 100 грамм. Ну, вы смотрите сами, в зависимости от того, как вам нравится, какой густоты будет тесто. Вот, уже тесто заходило. Как вы видите, это пузырьки пошли. Сейчас мы его хорошо размешаем венчиком. И оставим минут на 15-20, чтобы оно немножко постояло и схватилось. Ну, хотя можно печь и сразу. Тем временем я сейчас приготовлю сковороду и нагрею плитку. Ну, как вы видите, это... Ну, как вы видите, это... Ну, как вы видите, это... Не так. Вот. совсем забыла добавляем в тесто муки ну примерно где-то примерно 2 ложки и вмешиваем так чтобы мука чтобы масло было муки в тесте незаметно тем временем мы приготовили сковороду плиту и сейчас мы его ее включим примерно ну так пусть 1200 наверное чтобы сковорода равномерно нагрелась вот у нее такой шум конечно но будем пробовать нальем немного маслица туда вот уже сковорода разогревается еще убавим чтобы не горела я пробую вместе с вами еще я не пробовала эту сковороду что получится будем смотреть вместе сковороду я поднимать и опускать не буду я просто вот так вот размажу вторая сторона вот пожалуйста вот такой блин у нас получился второй блиночек чугунная сковорода греется равномерно прогревается поэтому дальше процесс приготовления блинов будет идти быстрее кто говорит что на индукционных плитках там края остаются сырыми а центр пригорает ну вот смотрите вот такой блин получился причем этот блин первый вполне нормальный ничего не не пригорает ничего не с сыром не остается единственное что конечно не нужно ставить на самый максимальный где-то примерно середину или даже поменьше середины 800 если у нас максимальная 1800 то примерно на 800 ставим и все хорошо прогревается так пожалуйста красивые блины ну и конечно очень вкусные вот испеклись наши блиночки сегодня мы их едим со сметаной и с яблочным вареньем блины получились мягкие тоненькие с дырочками ничем не хуже чем допустим на кефире или на молоке и допустим с яйцами так что делайте такое тесто это очень просто и в то же время очень вкусно вы наверное слышите как я чуть ли не облизываюсь от удовольствия что я буду есть такие блины до до свидания всего вам доброго подписывайтесь на наш канал смотрите ролик до конца смотрите рекламу а с вами была ольга до свидания